Откровение Иоанна Богослова Откровение Иоанна Богослова Сидящих на них, имеющих брони огненные, и диацинтовые, и серные, и головы коней, словно головы львов, и из пасти их выходит огонь, и дым, и серо. Этими тремя язвами была убита треть людей огнем, и дымом, и серой, выходящей из их пасти. Дведь мы тем, то есть двести миллионов, пояснение. Ибо власть коней в пасти их и в хвостах их, ибо хвосты их подобны змеям, имея головы, и ими они причиняют вред. И прочие из людей, которые не были убиты этими язвами, даже не покаялись в делах своих, чтобы не поклоняться бесам и идолам золотым, и серебряным, и медным, и каменным, и деревянным, которые не видеть не могут, не слышать, не ходить. Глава 10.11. И когда он воскликнул, проговорили семь громов голосами своими. И когда проговорили семь громов, я намеревался писать, и услышал я голос с неба говорящий, запечатай то, что проговорили семь громов, и не пиши этого. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою правую к небу, и поклялся живущим во веки веков, который сотворил небо и то, что на нем, и землю, и то, что на ней, и море, и то, что в нем, что времени больше не будет. Но во дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он будет трубить, тогда совершится тайна Божия, как он благовестил своим рабам-пророкам. И голос, который я услышал с неба, снова говорил со мной и сказал, иди, возьми книгу, раскрытую в руки ангела, стоящего на море и на земле. Я пошел к ангелу, говоря ему, дать мне книжку, и говорит мне, возьми и съешь ее, и произведет она горечь в твоем чреве, но в устах твоих она будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и была она в устах моих, словно мед сладкий, и когда я съел ее, стало горько во чреве моем. И говорит мне, должно тебе снова пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Глава одиннадцатая, девятнадцать. И была дана мне трость, подобная посоху, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, и двор, что вне храма, оставь вне, и не измеряй его, потому что он дан был язычникам, и они будут попирать город святой сорок два месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячи двести шестьдесят дней, одетые во вретище. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Господом земли. Если кто хочет причинить им вред, огонь исходит из уст их и пожирает врагов их. И если кто захочет причинить им вред, надлежит ему быть так убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь во дни пророчества их, и власть имеют над водами превращать их в кровь и поразить землю всякой язвой, когда только захотят. И когда они закончат свидетельство свое, зверь, поднимающийся из бездны, будет воевать против них, и победит их, и убьет их, и трупы их на улице города великого, который называется духовно Содом и Египет, где и Господь их был распят. И люди из народов, и колен, и языков, и племен смотрят на трупы их три дня с половиной, и не позволяют положить трупы их в гробницу. И живущие на земле радуются о них и веселятся, и дары будут посылать друг другу, потому что эти два пророка мучили живущих на земле. И после трех дней с половиной дух жизни от Бога вошел в них, и они стали на ноги свои, и страх великий напал на тех, кто смотрели на них. И услышали они голос великий с неба, говорящий им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот час произошло землетрясение великое, и десятая часть города пала, и было убито в землетрясении семь тысяч имен человеческих. И остальные пришли в страх, и воздали славу Богу небесному. Второе горе прошло, вот, третье горе идет скоро. И седьмой ангел вострубил, и раздались голоса великие на небе, говорящие, «Царство мира стало царством Господа нашего и Христа его, и будет он царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, тот, кто есть и кто был, что принял Ты силу Твою великую и воцарился. И язычники разгневались, и пришел гнев Твой и время судить мертвых, и дать награду рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губящих землю. И открылся храм Божий, который на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и град великий». Глава двенадцатая, восемнадцать. И знамение великое явилось на небе, жена, облеченная в солнце, и луна под ногами ее, и на голове ее венец из двенадцати звезд. И она имеет в очреве и кричит, страдая и мучаясь, чтобы родить. И явилось другое знамение на небе. И вот дракон великий, огненно-красный, имеющий семь голов и десять рогов. И на головах его семь диадим, и хвост его увлекает треть звезд небесных. И он поверг их на землю, и дракон встал перед женою, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она сына мужеского пола, которому надлежит пасти все народы посохом железным. И было восхищено дитя ее к Богу и к престолу его. И жена убежала в пустыню, где она имеет место, уготованное Богом, чтобы там питали ее тысячу двести шестьдесят дней. И произошла война на небе. Михаил и ангелы его воевали с драконом, и дракон воевал, и ангелы его. И он не осилил, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был дракон великий, змей древний, называемый дьяволом и сатаной, обманывающий всю вселенную. Он был низвержен на землю, и ангелы его были низвержены с ним. Я услышал голос великий на небе, говорящий, «Теперь настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющих перед Богом нашим день и ночь. И они его победили кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и живущие на них, горе земле и морю, потому что сошел дьявол к вам в ярости великой, зная, что мало у него времени». И когда увидел дракон, что он низвержен на землю, воздвиг он гонение на жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла орла великого, чтобы она летела в пустыню в свое место. Там она питаема в течение времени и времен, и полувремени вдали от змея. И пустил звери с пасти своей вслед за женой в воду, как реку, чтобы унесло ее рекой. И помогла земля жене, и разверзла земля уста свои, поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И разгневался дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в сражение с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божии, и имеющими свидетельство Иисуса. И он стал на песке морском. Глава 13, 18. «И я увидел поднимающегося из моря зверя, имеющего десять рогов и семь голов, и на рогах его десять диадем, и на головах его имена богохульные. И зверь, которого я увидел, был подобен барсу, то есть леопарду, и ноги его словно у медведя, и пасть его словно пасть льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и власть великую. И я видел одну из голов его, словно пораженную смертельно, и рана его смертельная была исцелена. И в удивлении вся земля пошла за зверем. И поклонились дракону, потому что он дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю, и кто может сразиться с ним. И даны ему были уста, говорящая великая и богохульная, и дана была ему власть действовать сорок два месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, хулить имя его, и скинили его, и живущих на небе. И дано ему было пойти войною на святых, и победить их. И дана ему была власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнса Закланова от сотворения мира. Другой возможный перевод. Которых имена не написаны от основания мира в книге жизни у Агнса Закланова. «Если кто имеет ухо, да услышит. Если кому надлежит идти в плен, он идет в плен. Если кто убьет мечом, надлежит тому быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». «И я увидел другого зверя, поднимающегося из земли, и он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. И он действует со всей властью первого зверя перед ним, и он заставляет земли и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого была исцелена его смертельная рана. И он творит знамения великие так, что и огонь не изводит с неба на землю перед людьми. И обманывает живущих на земле теми знамениями, которые дано ему было сотворить пред зверем, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверю, который имеет рану от меча и который ожил. И дано ему было вложить дух в образ зверя так, чтобы образ зверя и заговорил, и сделал, чтобы все, которые не поклонятся образу зверя, были убиты. И он поступает так, чтобы всем малым и великим, и богатым, и нищим, и свободным, и рабам дали клеймо на руку их правую или на лоб их, чтобы никто не мог ни купить, ни продать, кроме того, кто имеет клеймо, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Имеющий ум да сочтет число зверя, ибо оно число человеческое, и число его шестьсот шестьдесят шесть. И я увидел, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя его и имя отца его написаны на челах их. И я услышал голос неба, словно голос вод многих, и словно голос грома великого, и голос, который я услышал, словно играющих на гуслях, сопровождающих гуслями пение свое. И поют они песнь новую перед престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне, кроме этих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились с женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они были искуплены от людей, как начаток Богу и Агнцу, и в устах их не было найдено лжи. Они непорочны. Я увидел другого ангела, летящего высоко в небе, имеющего Евангелие вечное, чтобы благовестить сидящим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он голосом великим, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, потому что пришел сейчас сюда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». И другой ангел, второй, последовал, говоря, «Пал, пал Вавилон великий, который напоил все народы от вина ярости и блуда своего». Еще один ангел, третий, последовал за ними, говоря голосом великим, «Если кто поклоняется зверю и образу его, и принимает клеймо на лоб свой или на руку свою, он будет пить от вина ярости Божьей, вина цельного, приправленного в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере перед ангелами святыми и пред агнцем, и дым мучения их поднимается во веки веков, и не имеют покоя день и ночь, поклоняющиеся зверю и образу его, и всякий, кто принимает клеймо имени его. «Здесь терпение святых, они соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса». Я услышал голос небоговорящий, «Напиши, отныне блаженны мертвые в Господе умирающие». «Да», — говорит дух, «пусть они успокоятся от трудов своих, ибо дела их следуют за ними». И я увидел, и вот облако белое, и на облаке сидящий, подобный сыну человека, имеющий на голове своей венец золотой, и в руке своей острый серп. И другой ангел вышел из храма, взывая голосом великим к сидящему на облаке, «Пошли, серп твой, и пожни, потому что пришел час жатвы, потому что созрела жатва на земле». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, который на небе, и у него тоже серп острый. И другой ангел вышел от жертвенника, имеющий власть над огнем, и возгласил он голосом великим к имеющему серп острый, говоря, «Пошли, острый, серп твой, и собери гроздья на лозе земной, потому что поспели ягоды ее». И поверг ангел серп свой на землю, и собрал с лозы земной, и бросил с великой точилой ярости Божией. И истоптана была точила за городом, и вышла кровь и сточила даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий. Глава пятнадцатая, восемь. И я увидел другое знамение на небе, великое и дивное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, потому что ими окончилась ярость Божия. И я увидел словно море стеклянное, смешанное с огнем, и побеждающих в борьбе со зверем и с образом Его, и с числом имени Его, стоящих на море стеклянном, держащих гусли Божии. И поют они песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и дивны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь народов, кто не убоится, Господи, и не прославит имени Твоего, потому что Ты един свят, потому что все народы придут и преклонятся пред Тобою, потому что суды Твои были явлены». И после этого я увидел и открылся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язву, одетые в лен чистый, блестящий и опоясанные по грудь поясами золотыми. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь чаш золотых, наполненных яростью Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, пока не окончатся семь язв семи ангелов. Глава 16, 21. «И я услышал великий голос из храма, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш ярости Божией на землю». И пошел первый и вылил чашу свою на землю, и появились гнойные раны жестокие и злокачественные на людях, имеющих клеймо зверя и поклоняющихся образы его. И второй вылил чашу свою в море, появилась кровь, словно мертвеца, и все одушевленное в море умерло. И третий вылил чашу свою в реки и источники вод, и появилась кровь. И я услышал ангела вод, говорящего, «Праведен ты, тот, кто есть и кто был, свят ты, что ты так судил, потому что они пролили кровь святых и пророков, и ты дал им пить кровь, они того достойны». И я услышал жертвенник говорящий, «Да, Господи Боже Вседержитель, истинные и праведны суды твои». И четвертый вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И опалены были люди зноем великим, и хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не покаялись, чтобы воздать ему славу. И пятый вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось старство его мрачным, и кусали языки свои от боли, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и от ран своих, и не покаялись в делах своих. И шестой вылил чашу свою на реку великую Ефрат, и высохла вода ее, что уприготовлен был путь царям, который от востока солнца. Я увидел выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, словно лягушек. Ибо они духи бесовские, творящие знамения. Они выходят к царям всей вселенной, чтобы собрать их на сражение великого дня Бога Вседержителя. «Вот иду как вор, блажен бодрствующий, хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не видели срама его». И они собрали их на место, называемое по-еврейски Армагеддон, и седьмой вылил чашу свою на воздух. И шел голос великий из храма от престола, говорящий «Сбылось!» И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение произошло великое, какого не бывало с тех пор, как человек на земле. Такое сильное, такое великое! И город великий распался на три части, и города народов пали. И Вавилон великий воспомянут был пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и горы не были найдены, и град великий весом словно талант падает с неба на людей. И хулили люди Бога за язву града, потому что крайне велика эта язва. Глава 17, 18. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говорил со мной, и сказал, иди сюда, я покажу тебе суд над блудницей великой, сидящей на водах многих, с которой впали в блуд цари земные, и опьянели населяющую землю от вина блуда ее. И он перенес меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, полном имен богохульных, имеющим семь голов и десять рогов. И жена была обличена в пурпур и багряная, и украшена золотом и камнями драгоценными и жемчугом, держа в руке своей золотую чашу, полную мерзости и нечистоты блуда ее. И на лбу ее имя написанное тайно «Вавилон великий, мать, блудницам и мерзостям земным». И я увидел, что жена пьяна от крови святых и от крови свидетелей Иисуса. И я удивился, увидев ее удивлением великим. И сказал мне ангел, почему ты удивился? Я скажу тебе тайну жены и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты увидел, был, и его нет, и он поднимется из бездны и в погибель идет. И будут удивлять все живущие на земле, которых имя не написано в книге жизни от основания мира, смотря на зверя, который был, и которого нет, и который придет. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, это семь гор, на которых жена сидит, и это семь царей. Пятеро пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему должно оставаться. И зверь, который был, и которого нет, он и восьмой, и из семи, и в погибель идет. И десять рогов, которые ты увидел, это десять царей, которые еще не получили царство, но на один час получают власть, словно цари вместе со зверем. Они имеют одно намерение и дают силу и власть свою зверю. Они сразятся с Агнцем, и Агнец победит их, потому что он Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним званые и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты увидел, где сидит блудница, это люди и толпы, и народы, и языки. И десять рогов, которые ты увидел, и зверь, возненавидят блудницы и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее огнем. И Бог вложил им сердца исполнить волю его, и исполнить одну эту волю, и дать зверю царство их, пока не совершатся слова Божии. И жена, которую ты увидел, есть город великий, имеющий царство над царями земли. Глава восемнадцатая, двадцать четыре. После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля была освящена славой его. И он воззвал сильным голосом, говоря, «Пал, пал, Вавилон великий, блудница, и сделался жилищем бесов и убежищем всякого духа нечистого, и убежищем всякой нечистой и ненавистной птицы, потому что от вина ярости блуда ее напились все народы, и цари земные впали с нее в блуд, и купцы земные разбогатели от силы роскоши ее». Я услышал другой голос неба, говорящий, «Выйдите из нее, народ мой, чтобы не быть вам соучастниками в грехах ее, и чтобы не подвергнуть язвам ее, потому что дошли ее грехи до неба, и вспомнил Бог неправды ее. Воздайте ей, как и она воздала, и вдвое воздайте по делам ее. В чаше, в которой она растворила вино, растворите ей вдвойне. Сколько она славила себя и роскошествовала, столько воздайте ей мучением и скорбью, потому что в сердце своем она говорит, сижу царицей, и я не вдова, и скорби не увижу, поэтому в один день придут язвы ее, смерть и скорбь, и голод, и будет она сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, осудивший ее. И будут плакать, и бить себя над нею в грудь цари земные, впавшие с ней в блуд и роскошь, когда будут смотреть на дым пожара ее, стоя поодаль из-за страха мучения ее, и говоря, горе, горе, город великий, Вавилон, город кредкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные плачут и скорбят о ней, потому что товаров их никто больше не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и висона, и пурпура, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из самого дорогого дерева, и меди, и железа, и мрамора, и корицы, и благовоний, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и лея, и крупчатки, и пшеница, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и рабов, притом и душ человеческих, из зрелых плодов, которых вожделеет душа твоя, не стало у тебя, и все тучное и блистательное пропало для тебя, и его больше не найдут. Торговавшие этим купцы, обогатившиеся от нее, будут стоять поодаль из-за страха мучения ее, с плачем и скорбью, говоря, горе, горе, город великий, обличенный в весоны, пурпур и багряное, и украшенный золотом и драгоценными камнями и жемчугом, потому что в один час обратилась в ничто такое богатство. И всякий кормчий, и всякий мореплаватель, и моряки, и все те, кто живут от моря, стали поодаль и начали кричать, смотря на дым пожара ее, и говоря, какой город подобен городу великому? И они посыпали пылью головы свои и кричали с плачем и скорбью, говоря, горе, горе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо в один час он обратился в ничто. Веселись они, небо и святые, и апостолы, и пророки, потому что судил Бог взыскать за вас нее. И один сильный ангел взял великий камень, словно мельничный, и поверг в море, говоря, с такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет найден. И голоса играющих на гуслях, и певцов, и свирельщиков, и трубачей уже не услышат в тебе, и никакого ремесленника, какого бы то ни было ремесла уже не найдут в тебе, и шума от жерновов уже не услышат в тебе, и свет светильника уже не будет светить в тебе, и голоса жениха и невесты уже не услышат в тебе, потому что купцы твои были вельможами земли, потому что волшебством твоим были обмануты все народы, и в нем была найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Глава 19, 21. После этого я услышал, словно голос великой толпы большой на небе, они говорили «Аллилуйя! Спасение и слава и сила Богу нашему, потому что истинны и праведны суды его, потому что он судил блудницу великую, которая расклевала землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее поднимается во веки веков. И двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу сидящему на престоле, говоря «Аминь!» «Аллилуйя!» И голос от престола и шел, говорящий «Хвалите Бога нашего все рабы его, боящиеся его, малые и великие!» И я услышал словно голос большой толпы и словно голос вод многих и словно голос громов сильных говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог наш Вседержитель! Будем радоваться и ликовать и воздадим славу Ему, потому что наступил брак Агнца и жена его приготовила себя и да на ей было облечься в весон блестящий и чистый ибо весон есть праведные дела святых и он говорит мне «Напиши блаженные званные на брачный вечерю Агнца!» и говорит мне «Эти слова истинные слова Божии» и я пал к ногам его чтобы поклониться ему и он говорит мне смотри не делай этого я соработник твой и братьев твоих имеющих свидетельство Иисуса Богу поклонись ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества и я увидел отверстие неба и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный и он праведно судит и воинствует глаза его пламя огня и на голове его много диодем он имеет имя написанное которого никто не знает кроме его самого и облечен он в одежду обогренную кровью и наречено имя ему слово Божие и воинство небесное следует за ним на конях белых одетой в весон белый чистый и из уст его исходит меч острый чтобы им поражать народы и он сам пасет их посохом железным и сам топчет точила вина ярости гнева бога вседержителя и он имеет на одежде и на бедре своем имя написанное царь царей и господь господствующих я увидел одного ангела стоящего на солнце и он прокричал голосом великим говоря всем птицам летящим высоко в небе придите соберитесь на великую вечерю божию чтобы пожрать плоть царей и плоть тысячи начальников и плоть сильных и плоть коней и сидящих на них и плоть всех как свободных так и рабов и малых и великих и я увидел зверя и царей земли и воинство их собранное чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его и схвачен был зверь и с ним уже пророк сотворивший перед ним знамения которыми он обманул принявших клеймо зверя и поклоняющихся образы его они живыми были брошены оба в озеро огненное горящее серой и остальные были убиты мечом сидящего на коне и шедшим из уст его и все птицы насытились плотью их глава двадцатая пятнадцать и я увидел ангела сходящего с неба который имел ключ от бездны и цепь великую в руке своей и он схватил дракона змея древнего который есть дьявол и сатана и связал его на тысячу лет и бросил его в бездну и заключил его и положил над ним печать чтобы он уже не обманывал народы пока не окончится тысяча лет после этого ему надлежит быть освобожденным на малое время и я увидел престолы и сидящих на них которым было дано судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие а также тех которые не поклонились ни зверю ни образы его и не приняли клейма на лоб и на руку свою и они ожили и царствовали со Христом тысячу лет остальные из мертвых не ожили пока не окончится тысяча лет это воскресение первое блаженный свят имеющий участие в воскресении первом над ним вторая смерть не имеет власти но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет и когда окончится тысяча лет будет освобожден сатана из темницы своей и выйдет чтобы обмануть народы которые на четырех углах земли Гога и Магога собрать их на сражение число их словно песок морской и поднялись они на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный и сошел огонь с неба и пожрал их и дьявол обманывающий их был брошен в озеро огненное и серное где зверь и лжепророк и будут они мучимы день и ночь во веки веков и я увидел великий белый престол и сидящего на нем от лица которого бежали земля и небо и места не было найдено для них и я увидел мертвых великих и малых стоящих пред престолом и книги были раскрыты и другая книга была раскрыта которая есть книга жизни и были судимы мертвые согласно написанному в книгах по делам своим и отдало море мертвых бывших в нем и смерть и ад отдали мертвых бывших в них и они судимы были каждый по делам своим и смерть и ад были брошены в озеро огненное это смерть вторая озеро огненное если кто не был найден записанным в книге жизни он был брошен в озеро огненное глава 21 27 и я увидел небо новое и землю новую ибо прежнее небо и прежняя земля ушли и моря уже нет я увидел город святой новый Иерусалим сходящий с неба от Бога приготовленный словно невеста украшенная для мужа своего я услышал голос великий от престола говорящий вот скинье божие с людьми и он будет обитать с ними и они будут его народами и сам Бог будет с ними и отрет всякую слезу сочей их и смерти уже не будет ни скорби ни крика ни боли уже не будет потому что прежнее ушло и сказал сидящий на престоле вот я все делаю новым и говорит напиши потому что эти слова верны и истинны и сказал мне они сбылись я альфа и омега начало и конец жаждущему я дам от источника воды жизни даром побеждающий наследует это и я буду ему Богом и он будет мне сыном молодушных же и неверных и оскверненных и убийц и блудников и волшебников и идолослужителей и всех лжецов участь их в озере горящим огнем и серой это смерть вторая и пришел один из семи ангелов имеющих семь чаш наполненных семью последними язвами и говорил со мной и сказал приди я покажу тебе невесту жену агнца и он перенес меня в духе на гору великую и высокую и показал мне город святой Иерусалим сходящий с неба от Бога имеющий славу Божию светило его подобно драгоценнейшему камню яспису прозрачному как кристалл он имеет стену великую и высокую имеет двенадцать ворот и на воротах двенадцать ангелов и имена написанные имена двенадцати колен сынов израилевых с востока трое ворот с севера трое ворот из юга трое ворот из запада трое ворот и стена города имеет двенадцать оснований и на них двенадцать имен двенадцати апостолов Агнца и говорящий со мной имел как меру трость золотую чтобы измерить город и ворота его и стену его и город расположен четыреугольником и длина его та же что и ширина и он измерил город тростью в двенадцать тысяч стадий длина и ширина и высота его равны и измерил стену его сто сорок четыре локтя мера человека которая есть мера ангела и построена стена его из ясписа и город золото чистое подобно стеклу чистому основание стены города украшены всякими драгоценными камнями основание первое яспис второе сапфир третье халкидон четвертое изумруд пятое сардоникс шестое сардис седьмое хризалит восьмое берил девятое топаз десятая хризоправ одиннадцатая гиацинт двенадцатая аметист и двенадцать ворот двенадцать жемчужин каждые ворота были из одной жемчужины и улица города золото чистое словно прозрачное стекло и храма я не увидел в нем ибо господь бог вседержитель храм его и агнец и город не имеет нужды ни в солнце ни в луне чтобы они светили ему ибо слава божия осветила его и светильник его агнец и будут ходить народы в свете его и цари земли приносят славу свою в него и ворота его не будут затворяться днем ибо ночи там не будет и принесут славу и честь народов в него и не войдет в него ничто нечистое никто творящий мерзость и ложь но только те кто написаны в книге жизни у агнца глава двадцать вторая двадцать один стих и он показал мне реку воды жизни блестящую словно кристалл исходящую от престола бога и агнца посредине улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни приносящее двенадцать плодов каждый месяц дающие плод свой и листья древа для исцеления народов и ничего проклятого уже не будет и престол бога и агнца будет в нем и рабы его будут служить ему и будут видеть лицо его и имя его будет на челах их и ночи уже не будет и не имеют они нужды в свете светильника и в свете солнца потому что господь бог будет светить над ними и они будут царствовать во веки веков и он сказал мне эти слова верны и истины и господь бог духов пророков послал ангела своего показать рабам своим что должно произойти вскоре и вот гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги этой и я и он слышу и вижу это и когда я услышал и увидел я пал чтобы поклониться пред ногами ангела показывающего мне это и он говорит мне смотри не делай этого я соработник твой и братьев твоих пророков и тех кто соблюдает слова книги этой богу поклонись и он говорит мне не запечатывай слов пророчества книги этой ибо время близко творящий неправду да творит еще неправду и скверный да скверняет себя еще а праведный да творит еще праведное и святой да освящается еще вот гряду скоро и награда моя со мной чтобы воздать каждому по делам его я альфа и омега первый и последний начало и конец блажен блажен омывающие одежды свои чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами а вне псы и волшебники и блудники и убийцы и идолослужители и всякий любящий и совершающий ложь я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это о церквах другой возможный перевод в церквах я корень и род Давидов звезда яркая утренняя и дух и невеста говорят гряди и слышащий да скажет гряди и жаждущий пусть приходит желающий пусть берет воду жизни даром я свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой если кто приложит к ним наложит Бог на него язвы написанные в книге этой и если кто отнимет от слов книги пророчества этого отнимет от него Бог участие в древе жизни и в городе святом и в том что написано в книге этой свидетельствующий это говорит да гряду скоро аминь гряди господи господи иисусе благодать господа иисуса со всеми конец нового завета нового перевода прочитанного для сравнения с синодальным переводом иисуса четвертый том ефрема сирина продолжение последние кассеты дополнения к житиям страница 153 о покаянии пункт 140 градом убежище для нас ныне покаяние и недалеко но близко оно каждый стоит при вратах долго надобно было идти еврею и едва только он мог спастись а иногда и не спасался этот же град нашего убежища сам спешит навстречу грешникам благословен благий который тебя покаяние даровал нам градом нашего убежища кто и не намеренно убивал человека камнем или острым орудием тот не почитался невинным но должен был укрыться в град убежище и там приносить покаяние куда же бежать и где искать защиты как не под крылами покаяния тому кто намеренно наносит удар ближнему своему или уязвляет его словом которое хуже и камня благословен учредивший много градов убежища чтобы много было и кающихся толпами прибегали люди к дверям ковчега а тебе покаяние покаяние пристань чистое сердце тремя добродетели прообразованными сими градами ноя ноя оставил ковчег но не оставил чистоты спасся из вод но не совлекался веры правда хам видел его обнаженным по вкушении вина но сатана никогда не видал его преданным нечистоте а сатане было бы приятнее чтобы тело у ноя прикрывалось благопристойно только бы сердце осквернилось да не уверить за нас никогда лукавые благопристойно прикрытыми снаружности и обнаженными внутренно град убежище не всякому отвертал врата свои не мог в него входить убийца совершивший намеренное убийство если же осмеливался входить град принимался за оружие и выдавал его строк грозен и страшен был он грешником но покаяние распростирает крыла свои чтобы с любовью объять всякого кто не придет к нему о покаяние ты образ благодати так же любишь грешников как и господь твой град убежище означали гнев и милость и подобно покаянию были образом в месте правосудия и благости закон не миновал намеренного убийцу не миловал и правосудие не приняло искариота приносившего ложного раскаяния постыдитесь отступники удалившиеся от церкви порицающие первый закон горбатые слепые хромые совершив какое бы то ни было преступление не могли укрыться от преследователей в град убежище возношение того что сонливые неродивые и ленивые не будут прибегать к покаянию в образе тех которые бы хотели но не могли осуждаются те которые могут но не хотят я вбежал искал себе спасение урагов алтаря правды но воне сын иадаев не помиловал его и убил 3 цар с 11 28 не будем оставаться в беспечности и питать при этом суетную надежду потому что истина также не укрывает грешника как алтарь святилищ не укрыл преступного я 2 тебя умоляю господи в твою дверь ударяю благи не ложное обетование твое господи стучите и открою не заключена дверь твоя пусть грешник придет и ударяет даже всегда отверстта дверь твоя и для праведных и для грешников сам ты указываешь грешнику дверь свою чтобы он возвал толкнул и взошел любовь твоя поощряет просящего ревностно домогать о сокровищ твоих вот прошу я теперь как учил ты меня даруй же мне господи как обетовал сие вот ударяю я в дверь как наставил ты меня отверди же мне господи как сказал ты не золото прошу у тебя господи потому что мамону неправда есть самая неправда прошу невременных благ не имений потому что они не доставляют вечной жизни изглаждение грехов лучше золота прощение драгоценнее сокровищ бедность без грехов предпочтительнее богатства и имения богач охотно променял бы там все свое золото на венец бедности нищего лазаря человек умирая ничего не берет с собой как написано псалом 48 18 иначе богач все достояние свое отдал бы за каплю воды человек одно из двух приносит к дверям гроба или труд добродетели или служение греху у юродивых и мудрых дев научился я господи какое на пути должно мне взять с собой чтобы там отверзлась мне дверь твоя если юродивые девы не приняты были без елея то мне грешнику кто из милости уделит там елея поэтому юродивые девы служат для нас предостережением а богач как зеркале показывает что надо подумать как здесь прежде правосудия вымолить себе милость пока есть врачерство исцеляющее невидимые греховные струпы в душе и пока врач доставляет средства против греховных язву несправедливо будет препятствовать врачу что приложил он к больным местам целительный пластырь правосудие вдруг заключит широкие врата благодати есть у меня надежда потому что покаяние сводит большие струпы и благость покрывает всякую гнусную и отвратительную скверну врачи Иисус взывает отпускаются тебе грехи твои и чада и болезненность и душе равно как и телу подает он здравие царь понес на себе крест этот ключ от райских дверей и им без отказа отверзает двери сии разбойникам и убийцам отец милосердый сказал сей сын мой мертв и ожил погибал и возвратился спасся от сетей греховных зак он уже телец упитанный который кровью своей омывает нечистоты принесенная пиршественная одежда чтобы не было гнойных трупов исповедующий разбойник приближается и получает в наследие рай приходит покрытая грехами блудница и слезами уничтожает рукописание есть надежда и грешникам что исцелены будут покаянием есть надежда мытарям и лихаимцам что оправдаются верою пойду и я и присоединюсь к Закхею который исповедал тебя и оправдан тобою присоединюсь к нечистой блуднице которая плакала перед тобою и помилована от этих бывших чуждыми тебе и по вере соделавшихся твоими домочадцами из примера их познал я господи милосердия воли твоей по домашним у судьи можно всякому заключать о собственном его нраве и по законениям власти можно судить о снисходительности на ученике показана и любовь учителя правды истинных чуждым и то сколько приятно ему встретать святых дом твой наполнен грешниками дружелюбно приемлет в себя кающихся и сеть учения своего простирает как на обитающих в нем так и на тех которые еще вне его из дома сего павел взывает я первый из грешников да на мне покажет иисус всякому долготерпение благодати своей 1 тимофей 1 15 петр плакал исцелен после того как отрекся от своего господа и отвергся его оправдан и Аарон который согрешил и осквернил себя слиянием золотого тельца мудрый врач Давид возглаголовал после того как болезновал грехом но уверовал и исцелился цалом 115 1 старейшины и военачальники поражаемы были в бране и потом спасались кто же смежит вежди свои перед зерцалом писания и при таком множестве покаявшихся не приложит врачерства сего к язвам своим со всех сторон окружили меня господи болезни недуги и грехи и нет другого врача подобного тебе которому бы описал я страдания свои не ради праведных господи было пришествие твое в мир но ради грешников чтобы они изгладили грехи свои покаянием ибо и врач не для здоровых составляет врачевства свои но для больных чтобы они исцелились при его попечительности нездоровые требуют врача как сказал ты господи праведникам и совершенным не нужно врачество покаяния всякий врач с помощью врачеств исцеляет болезни а твоя любовь господи поспешает каждому без зелий и врачеств таким грешникам господи каков я нужно прощение грехов и у кого болезнь подобно моей тот умоляет о врачевании ожидаемая награда располагает врача идти на помощь из-за нее заботится он о больных но больной прибегающий к тебе исцеляется даром даже сам за свое исцеление получает награду расслаблен не в силах был идти чтобы показать тебе болезнь свою но твое милосердие привлекло тебя к одру его и в тот же час не стало болезни его благодать твоя господи ходит вслед юродивых и заблудших и взывает немудрым не объюродивайте во грехах ваших кроткими делает самых упорных любовь твоя и самых свирепых учения твое и благость твоя всегда старается взыскать погибших придите ко мне взывает любовь твоя придите утомленные суетой и тяжелыми бременами изнемогшие от похотений научитесь у меня кротости приобретите у меня смирение иго мое сладостное если только понесете охотно на себе и бремя мое весьма легко о если бы господи не свергать мне с себя иго твоего иго которое сладостнее всего о если бы рамина воли моей ни на что другое не меняли бремени любви твоей коварный ловец да не расставляет передо мною сетей своего учения и да не уловит меня в волю своей удовольствиями и похотениями грех да не нападает на меня да не сокрушает намерений моих как лев да не растерзывает и да не разбрасывает приобретений моих как львица лев нападает открыто а грех втайне потому что он злее льва ибо губит и душу и тело давит силою твоей господи одолевал льва и умер шлял медведицу 1 царь 17 34 твоей же силой господи да одолей я лукавого этого невидимого волка который подстерегает меня да не вонзает в меня лукавые зубов своих как лев и да не сокрушает предначинаний моих да будет он низложен как лев Давидом подобно Давиду да победит раб твой низложитель львов Давид уязвен грехом на кровле но он скоро взялся за прощу покаяние поразил и сокрушил грех льва побеждал Давид и умерщвляет медведицу но во время мира преодолела его муха однако же по слову Нафана умертвил он пленивший его грех да не будет того чтобы мне обремененному беззакониями выставлять на показ проступки отцов для того только перечисляю дела их чтобы показать как любили они тебя перечисляю для того чтобы в зеркале их проступков видеть множество своих преступлений и по их примеру здесь еще просить себе помилования и оставления грехов можно ли грешнику усиливать а чтобы сравнился с праведниками которые после одного проступка не впадали в новые проступки и согрешив еще крепче начинали любить тебя грешу я ежедневно и непрестанно приношу покаяние но оно не истинно потому что тотчас приходит опять грех и обращает его в ничто какой врач подобен тебе и с такой неутомимостью перевязывает язвы пока перевязываешь ты одну болезненную язву открывается у него другая но врачевство твое всегда неутомимо исцеляет их любовь твоя ободряет болящего говоря немедли приступить ко мне человеколюбие твое взывает грешнику прийми человек оставление грехов если ты придешь и в числе последних принимаю тебя как пришедших первыми врачу и все язвы какие нанес тебе лукавый обвязываю все язвы какие наложены на тебя разбойниками оживотворяю все твое тело хотя оно уже мертвое возвращаю душе твое совершенное здравие хотя оно вся изъязвлена дай господи никогда не отходить мне от дверей твоих потому что при них стоит благость твоя дай господи никогда не оставлять мне града убежище твоего потому что неотлучно в нем пребывают щедроты твои ни болезнь ни усыпление ни уныние да не нападают на меня и да не препятствует мне покаянием врачевать греховные немощи да не произрастет во мне корень который вплод приносит беспечность и да не будет отнята у меня молитва как у Исава право первородства не дай господи чтобы серебро твое лежало у меня без пользы оставалось в руках моих без прибытка и правосудие твое наказало меня за это как того ленивого раба да не истезует меня там суд твой и за серебро и за приобретение какое должен я был сделать и да не осудит как того бесстыдного раба и за веренный талант и за лихву дай мне здесь еще возвратить тебе и веренный талант и лихву и обрадуй меня тем что рукописание мое не в руках уже у взаимодавца дай мне здесь осудить помышления свои здесь оставить пороки свои здесь заградить источник беззаконий своих истребить корни грехов пока при мне еще врач который с любовью приемлет недужных и неутомимо перевязывает язвы отверстие двери милосердия и гостиница благодати теперь еще день поэтому даруй мне господи осмотреть все гнойные струпы свои и посыпать истертым в порошок целительным корнем покаяния светит еще солнце щедрот и не склонило главы своей к покою не настала еще ночь когда по словам твоим ничего и никто не сможет делать потому даруй мне чтобы бежал я от греховной тьмы к пристанищу света твоего даруй мне возвратиться из греховного скитания и прийти к двери твоей господи обольстил меня лукавой сонливостью похотливости и объедением и уклонился я с прямого пути сею троякой сетись уловил меня лукавый тремя добродетелями да избавлюсь господи любовью которая возбуждает ленивых надеждой которая оправдывает грешников истинной верою которая подает руку кающимся слышал я что не презираешь ты сердце которое сокрушается о грехах своих и ежечасно подвизается в тяжкой борьбе покаяния не отвергаешь сокрушенного сердца которое раскаивается в грехах своих и мысленно томить себя подвигом покаяния и вот господи всякая моя мысль есть сокрушение о грехах моих будем вместе умолять пока не возвратим в себе рукописание своих возвысим глаз светования прольем реки слез да расторгнутся сердца наше от воздыхания пока не получим оставление грехов побудем Давида воспеть нам свою величественную молитвенную песнь помилуй меня Боже и услыши нас по благости Твоей дай нам милосердно не отходить от дверей благодати Твоей пока не увидим что рукописания наши изглаждены и уничтожены нет у нас другого взаимодавца кроме величия Твоего помножеству щедрот Твоих призри на нас и изгладь рукописания грехов наших пусть в зеркале покаяния увидим множество нечистот своих наиболее омой меня от беззакония моего и от грехов моих Господи очисти меня да благословляю тебя и плоть наша за то что исхищено из тинного рва и дух наш за то что очищен от развращенных помыслов да возрадуется душа наша потому что и сопом Твоим Господи очищена скверн и да и да возблагодарит солмопевца сына Исеева наиболее же восхвалим Твое человеколюбие потому что радуется оно окающихся воздадим хвалу и поклонение любви Твоей потому что приемлет она грешников все вместе да прибегаем к Твоим щедротам потому что распростер то они и на грешных да емлица закрыла благодати Твоей как больная за одежду Твою язык наш подобно Матарю да вопиет о грехах наших и да скажет Боже сыне Божий милостив буди нам грешным взывающим к Тебе из персти образовали меня щедроты Твои из сетей из рва извлекло меня учение Твое дай Господи чтобы не возвращались мы к грехам Своим да не радуется лукавый что снова мы падаем после того как восставлены и приведены в безопасность или что новые язвы налагают нас разбойники после того как исцелил ты наши трупы неутомимый врач исцели греховные наши недуги самоцелебное вращество у врачу и болезни душ наших вся надежда больного на врача одно слово врача ободряет его твое слово Господи поощряет нас умолять тебя об уврачевании наших недугов возвратитесь сыны возвращающиеся исцелю сокрушение ваше иеремии 3 22 поэтому кто болен приходи он исцелится от болезни своей и кто уязвен покажи язву свою он получит для нее целебное врачевство дождь и роса не посылаются даром но земледелец не должен поэтому спать и прекращать сеяние и возделывание земли врачевство для грешников всегда готово но поэтому не должны мы переставать молиться об оставлении грехов если земледелец не посеет не поможет ему дождь если грешник не будет молиться не исцелит его благодать когда врач человек как так и бог взывает покажи мне язву твою исцелю тебя ему желательно видеть твое обращение тогда уврачует тебя принеси ему добровольное покаяние и с любовью примет тебя обратитесь ко мне я обращусь к вам говорит он через пророка Захария 1.3 и так братья обратим сердце свое к молитве чтобы обратилась и к тебе благодать его иди путем покаяния чтобы встретила тебя человеколюбие его не будь этого дня кающимся а наутро грешником и один день в числе грешников а другой в числе кающихся этого дня вопиешь помилуй меня потому что впал я в заблуждение приступил заповедь и согрешил а наутро взываешь чтобы будем есть и пить потому что завтра умрем не вводи себя в заблуждение чтобы конец твой как исполин не напал на тебя внезапные и не обратил в ничто плоских удовольствий и тогда не найдется у тебя времени к покаянию в подвиге покаяния да увидеть тебя наступивший конец в святом ротоборстве да застигнет тебя смерть в брани за веру да кончится служение твое на земле венцом правда заключится течение жизни твоей ресталище с его зрителями борцами и колесничниками да будет для тебя образом мира и его перемен радостей и скорбей если борец для увядающего венца употребляет усилий и труд то кальми пачи должен подвязаться верный для венца неувидающего всякий подвязающийся как пишет нам Павел от всего воздерживается 1 коринфянам 9.25 пока не приобретет венца сколько чистыми должны мы быть в борьбе с лукавым пока не одержим победы и не избавимся его хитрых и коварных замыслов поскольку лукавый по зависти нападает на немощь нашу то Господь наш против неизвлящих стрел его дал тебе спасительное врачевство покаяние о котором и проповедал устами пророка своего он дает полное исцеление если истинно обращаешься не по примеру каешься вон народе у которых руки были полны грабительства тело осквернялись любодеянием уста только взывали избавь нас внимай глаз обвиняющему древних за их нечистоты и обвиняй себя самого за преступления свои и утиши в себе бурю пороков не с двоедушным сердцем приближайся к испытующему все помышления наши и недвояким путем иди к ведущему сокровенное обратился ты не ввергайся же снова в тину которую смыло с тебя милосердие обратился ты не входи снова в долги на которые рукописание твою уничтожено кто бежал из темницы тот не пожелает видеть ее в другой раз кто избавился из плена тот молится чтобы никогда не попадать в плен ты сверг с себя иго человека ненавистнического убийцы молись же чтобы никогда не запутываться в сетях его какому пленнику делается такая милость какая сделана мне то есть или добровольно оставаться в неволе или если угодно стать свободным бог предоставил тебе на выбор то и другое или по воле своей налагать на себя раны или по своей же свободе уврачеваться от ран врач никогда не утомляется исцелять тебя тысячекратно беспощады наносишь ты раны телу своему но врач неотступно ждет от тебя что пришел ты и дал ему исцелить принятые тобою раны в послании которое посло им было кающимся через Иеремию взывает он тебе словами пророка обратитесь и исцелю тебя чтобы не умереть тебе Иеремия 3.22 через пророка та же клянется он тебе не хочу смерти грешника Иеремия 18.32 так отнять у людей всякий отнят предлог не приносить покаяния дверь Божия всегда отверстие ударяющему в нее милосердие радуется обращающимися благость простирает к нему руки свои человеколюбие приемлет и поддерживает благоутробие Божие очищает грехи радость бывает на небесах об одном грешнике который от беззаконий своих обращается к покаянию так говорит Господь в своем Евангелии Ангелы радуются горе и святые сонмах своих Ангелы хранители взывают Асанна и Серафим и возглашают песни радования Страшный райский херувин стеревущий вход в рай позволяет идти туда тебе кающийся новый наследник рая Сам рай вожделевает принять тебя как собрата твоего разбойника и отверзает широкую дверь свою ключом крестного знамения древо жизни с радостью простирает к тебе плод жизни сад эдемский все древа свои подвиг в воскресенье тебе светлые кущи праведных повсюду ожидают тебя ждут тебя славный град праведных и все святые весь брачный чертог и все вечеряющие в нем веселятся о тебе радостно сияет лицо небесного царства и всех обитателей его ожидает тебя венец совершенных если благоразумен немедли немедли кающийся пока возможен вход в брачный чертог приготовь себе светлую ризу потому что нужны брачные одежды облекись в белую ризу для вечери пока не явился внезапно жених приготовь себе ясно горящий светильник пока не приводит тебя в ужас тот глаз покажи на руке своей брачный залог что медлишь грешник почему спокойно сидишь должник как будто взаимодавец равнодушно будет молчать о том что дано тебе взаем он доказал тебе долготерпение свое докажи и ты слезами сокрушение души своей он показал чрезмерное к тебе человеколюбие возврати ниже ему и данное взаем и рост при всяком случае всеми возможными способами призывает нас к себе благодать твоя господи милосердие твое употребляет все побуждения и средства желая даровать нам жизнь великая сеть учения твоего господи распростерта на все множество людей мотарям и блудницам поставлена сеть уловляющая в небесное царство спасение твое ожидает покорности мятежных и возвращения погибших и милосердие о них ждет их милостивое твое благоволение вот господи бежал я от греха как птица от сетей да обрету себе убежище и возгнищусь при кресте твоем потому что не может к нему приблизиться змей вот господи спас я от грехов своих как голубь оттенет позволь вселиться мне на высоте креста твоего потому что не достигает туда змей вот исповедуй имя твое источник жизни и имя святого сына и имя духа истины ибо тройственную все замыкающая собою печать перед которой смущается лукавый объемлется ужасом сатана и о его полщище и слуги еще вдали приходят трепет великое сокровище милосердия не спасли мне богатство учения твоего пресно текущий источник щедрот источи мне питье благодати твоей прибогатый чьему сокровищу нужен бедный который бы мог сделаться через него богатым обогати меня потому что возвращаюсь не имея у себя и малой лептой праведности при милосердном которая дверь благодати отверзается всякому ударяющему в нее отверзи мне дверь эту потому что от юности до старости служил я похотем сын всеблагого ты который взываешь и говоришь просить и дам вам по щедротам твоим дары мне о чем умоляю тебя оставь мне долги мои как молю тебя об этом твоя заповедь повелевает людям ежедневно отпущайте друг другу не тем ли более ты по премудрости своей дашь отпущение грехов умоляющему тебя доселе господи пребывал я в упорстве уклоняясь от иго твоего теперь как ловец улови господи добытью которую преследует благоволение твое ты господи для меня зерцалов которому смотрю подобных себе ты великое указание для кающихся о котором упомяну теперь встретился я с мытарем и когда сказал ему что мне делать отвечал мне не бойся потому что слово взыскует грешников видел я блудницу она была смущена а потом просветлел ее взор и когда спросил я сказала мне иди и подобно мне прими оставление грехов кающийся который прежде расточил имение свое отвечал на вопрос мой немедллю возвращением и к тебе выйдет он на встречу как вышел ко мне разбойник почем меня неразумным когда стал спрашивать о милосердии твоем и сказал он идет уже взыскать нас а ты медлишь прийти к нему вот он уже стоит и простирает руку свою чтобы взять за руку тебя как скоро придешь не бойся не устрашит он тебя потому что никто так не снисходителен как он сказал я два слова и он вручил мне великий ключ от рая едва воззвал я и он простил меня и послал вестников своих в эдем вестником своим совлекись при грешении своих и отбрось их от себя и он облечет тебя помилованием принеси ему в дар слезы отчей своих и он омоет тебя милосердием своим он не ведает счета долгам твоим потому что не требовал у меня отчетов в долгах покажи ему только покаяние и отымет у тебя беззакония твои не отчаивайся при множестве худых своих дел потому что в чине твоем есть подобные тебе воззови к нему и тотчас услышит тебя войди в рай и царствуй подобно нам в пример разбойника вижу о милосердый великое богатство помилования смотря на сего злодея никогда не теряю надежды получить спасение умотая блудница научился я умолять об изглаждении моих рукописаний из нагонителей павли познал я милосердие милосердную благость твою от оскверненных которые пришли и оправданы и стали твоими проповедниками господи изведал я что и мои скверны омыл ты окропив святым их сопом твоим как погибшая овца блуждал я твое милосердие притчей о драхме пробудило меня от сна греховного как заботлив ты о нашем спасении не останусь праздном и без работы в возделываемом винограднике потому что я один час потрудившись а в нем не отходит без награды при таком попечительном враче не буду скрывать немощи своих от его целебных пособий потому что и на мои струпы в обилии изливает он врачерства свои этот врач всецело отдает себя больным посети меня господи как захея которого благодать твоя восставила содра лихаимства и мне подай руку как подал ему потому что лукавый и меня угнетает как угнетал его и меня милосердие твое да воззовет и да восставит содра греховного благоволение твое господи призвало тебя в дом сего мытаря и ты разрешил его от узли хаимства которыми был он связан будь для меня сокровищницей врачевств потому что окружает меня множество грехов освободи меня и разреши узы моих потому что похититель связал меня во время мира у милосердие господи надо мною грешник бежавшим из сети греховной излей врачевства свои на раны мои чтобы я и в помышлениях своих стал подобен мытарю извлеки меня как и его чтобы не погрязнуть мне в невидимой бездне грехов и меня как его изведи господи из глубины неправд моих изгладь грехопадение юности моей прими покаяние старости моей забудь ничего не забывающий судья забудь все в чем пригрешил и проступился я с юности моей что памятно и мне и тебе все это да будет изглажь из книги твоей и что ведомо мне и тебе все это да не будет воспомянуто на суде твоем нет человека без греха поэтому исцели меня ибо я согрешил нет твари без вины поэтому прости рабу твоему который виновен пред тобою все неправды мира тоже что пар пред дыханием милосердия твоего господи все потоки источники немало не вредят морю так так все грехи сынов адаму поглотила море креста твоего собери господи все беззакония наши и вверг них в море милосердия твоего прости прости великую мрежу твоих заповедей уловляющих всех господи извлеки меня как и он из моря грехов да не посмеется надо мной похититель что сам я отдался пленником в руки его да не поругается надо мной сатана что мог я бежать но не бежал освободи меня от долгов моих как ту болящую от болезней расторгни узы грехов моих как освободил от уз бесноватого имевшего в себе легион их исцелил ты наружно меня же господи исцели внутренно их освободил ты от болезней меня освободи от долгов и грехов внутренне был я мертв а теперь стал жив погиб я и был найден прими меня господи как отец сына расточившего имение его есть у меня сотоварищи во грехах сообщники в непотребствах и вот они стали приставниками и сильными в царстве твоем у тебя те которые избрали для себя мытницу и которых избрало себе царство твое там и разбойник восхитивший у тебя рай там есть хищные волки которые в стаде твоем сделались овцами там есть и хищные птицы которые в училище твоем преобразились в голубей там есть разные плевелы которые переменились и стали избранные пшеницей потому что напоены дождем твоего учения и принесли плод при кресте твоем все что сказал и говорю говорю на пользу своей греховности чтобы побудить себя к исправлению и умолить твои щедроты пока дверь твоих щедрот еще отверсток да уподоблюсь тем которые были подобны мне и потом стали образцом для всех да облекусь в образы и подобия покаявшихся какие преднаписаны мне да приобщусь обетования их потому что и я погибал как разбойник и блудница которые из последних стали первыми вся церковь есть церковь кающихся как нетрудно видеть имеющему разум вся она есть церковь погибающих как постигает сие глубокий и убогий ум весь путь твоего пришествия пройден тобою ради множества кающихся все учение твое господи великое упование для грешников сотворите плод достойный покаяния взывает иоанн и вот принес я плоды покаяния и веры вот перед тобой господи наш проливаю я слезы о своих беззакониях уничтожь господи отдай мне рукописание мое как отдал плакавший во время вечера вот лобызаю тело твое господи наш как она лобызала ноги твои и мне как ей подай оставление из сокровищницы милосердия твоего не дай мне согнить в трупах какими покрыта воля моя о врач не гнушающийся самыми нечистыми язвами да не буду уловлен сетями которыми опутаны были ноги мои о ловец метнувший сеть свою для уловления не рыб но человеков да не впаду в путы которыми связана была свобода моя о сын царев исхитивший нас пленников из заточения греховного да не веселиться лукавой что пленил меня да не радуется сатана что обольстил и увлек меня долго был я в заточении теперь из плена возвращаюсь в дом твой ради плененного адама пришел ты в страну нашу господи как соглядатый и извел его из стана того крепкого который обольстил и увлек его ради погибшей овцы седроты твои привлекли тебя в обитель мертвых и ты извлек ее из области мучительницы смерти которая не осмелилась воспрекословить тебе об одной обретенной душе заставляешь ты радоваться небо и землю вознеси мне господи как о погибшей отце которую снова обрел ты я грешник разбойники похитили мое одеяние лукавый ничего не оставил мне кроме веры он милосердится до мной господи как над тем чьи раны сострадательны перевязала твоя попечительность попечительность благости твоей исцелился он от ран своих правда твоя господи да не входит со мной в состязание о долгах моих потому что не в силах я удовлетворить ее требования если повлечен буду к ответу да потребует у меня отчета благость которая тайно сокровенно и которая на всех терпит долги потому что она и терпит и изглаждает и оставляет долги никак восстающий против правосудия твоего преклоняюсь перед величеством твоим потому что не без правосудия даются и венцы победителям но желаю найти себе прибежище в благости ибо знаешь что если из многих долгов своих принесу и малость она тронется моими мольбами прощение преступнику дается даром однако же не без труда для него так и оставление грехов есть дело милосердия однако приобретается не без слез слезами блудница возвратила себе великое рукописание грехов своих ради слез которые пролиты очами моими и мне господи отдай рукописание долгов моих не прилагал я трудов но есть у меня вера не достоин я щедрот но ты садил и меня достойным по благодати своей не начал я трудиться с первыми пусть по крайней мере буду сотрудником последних не пришел я в шестом часу удостой меня господи прийти хоть в одиннадцатый час вне виноградника благодати твоей лежит великая пустыня грехов и кто блуждает в ней тому предстоят опасные поползновения не пришел я утром господи не работал ни в третьем ни в шестом часу но остаются еще часы во дне которые остававшийся праздным может заняться работой виноградники твоем и так позволь мне стать наемником виноградники твоем позволь возделывать ниву под твоим ермом позволь заняться куплю и на твое серебро только бы не остаться мне без приобретения бежал я сети лукавого у милосердия же надо мною пока снова не настиг он меня бежал я от тяжкой работы у похитителя но он преследует меня чтобы снова сделать пленником с младенчества господи поработил он меня и я был его невольником и служил ему от матернего чрева стал он властвовать надо мною не попусти ему и впредь исполнять на мне волю свою человек у человека ищет защиты и сильный у более сильного а я прибег к твоему милосердию избавь меня от владычества мятежника кто бежал из плена тот возводит очи свои к ограду убежище и кто бежал из тесноты скорбей тот с любовью взирает на стол спасения господи я спасся от множества долгов от легиона грехов от тяжких ус неправды и от сетей греха спасся от лукавых дел от тайной беззаконии от скверной растления от мерзости заблуждений восстал я из этой тины изник из этого рва вышел из этой тьмы у врачей же господи по неложному обетованию твоему все немощи какие видишь во мне и он извлек ты из моря и симона из волн я погряз в волнах греховных простри ко мне руку милосердия твоего сына мафиен избавлен из китова чрева а сын его не над буря из глубины бездны молился и он и был избавлен симон петр спасен от сильных волн молитва нигде не погрязнет и погрязших подъемлет она в высоту молитве ничто не полагает преград потому что в ней духовные крылья молитву побеждают праведники молитвы возвращаются к жизни грешники ради молитвы излей на нас щедроты господи как на разбойника я такой же грешник как и он подобно ему обременен долгами потому и мне как ему дай господи ключ отверзающий рай пересматривал я множество долгов своих и кучи грехов они многочисленные и несчетные обращаюсь к проступкам своим и измеряя их величиной роста своего далеко выше они головы моей избав же меня из глубины всех преступлений вот молитвы свернул я их невидимых хромен души своей потому что как тяжелое бремя через меру тяготит они меня тяготели с временем которое заключалось в них и тяготело на мне сошел я в воды крестился и очистился да не будет всего господи чтобы и меня оставил ты там как египтян в бездне евреи хотя были недостойны спаслись из моря и по молитве Моисеева избавлены твоим великим именем и я недостойный так же грешник но твое святое имя которым призвал ты меня да сподобит меня соделать со твоим будь ко мне милостив и избав меня от долгов моих беззакония мои да не соделаются для меня исполнителями казни и да не повлекут меня как преступника перед величием правосудия пороки мои да не наложат на меня раскаленных оков и да не не зринут меня как не шестивца в пламенеющую пропасть на мне знамение твоей крови оружие перед которым трепещет широкий зев гиенны алчущий жаждущий нечестивых кровью агнца отогнана была смерть от евреев кальми же паче вострепещет гиенна перед твоею драгоценную кровью господи наш огонь вавилонской печи изображает нам собою гиенну он выходил из печи и все попалял но праведников сохранил невредимыми в печи прибегаю к имени твоему господи наш потому что им оправдываются грешники поскольку я неправеден то причисли меня кающимся поскольку я вступил в обратный путь пришел и снова обретен для тебя то не причсти меня к нечестивым нет щедрот равных твоим они простираются и на добрых и на злых и на праведных и на неправедных капли троса благодати твоей и над злыми восходит солнце твое кто может отрицать благость твою дождь твой господи нисходит и на нечестивых кто не исповедует милосердие твоего да воссияет мне солнце щедро твоих которого не достигает никакая тьма не спасли на меня великий дождь милосердие твоего омывающий от сквер никогда не споткнется кому ты бываешь опорою никогда не падет кто утверждается на тебе кто тебя имеет пред очами того не обольстить никакой грех кто на тебя взирает у того ничем другим не возмущается дух кто любит тебя для того совершенно презренно вся тварь к тебе воззвел взор иосиф воложницы и не поколебалась мудрость его а самсон доведен до падения долидаю и все доблестные деяния его обратились в ничто дары мне господи подобно иосифу на тебя взирает взирать в клете духа моего и избавиться от падений в какие не зринулся самсон ты будь моим путем по которому буду ходить и сокровенною хроминою где укроюсь от лукавого который превозносится предо мною и подстерегает каждый мой шаг зная это господи угоден тебе глаз покаяния с приятностью склоняется ухо твое к речам его когда приближается к тебе умоляя о прощении грехов вот объявил я перед тобой долги свои исповедал тебе прегрешения свои принес тебе написанную молитву об умершлении беззаконий моих как скоро выйдет на них приговор твоей благости они умрут и я воскликну возвеселись мертва наша неправда хвала твоему помилованию о великий врач пришедший исцелить болезни немощи бедного адамова рода обильными щедротами благодати своей пламенно вожделевает дух мой что у помилования твое простерлась и на меня посети меня по щедротам благости твоей исцели болезни моей по милости твоей а мой нечистоты скверны моей как блудницу садял ты чистую от грехов ее много согрешил я пред тобой милосерды но великие щедроты твои господи если ты не оправдаешь господи кто из рожденных будет тогда не повинен дай мне господи возможность обродиться и сточить слезы сокрушения да плачу и умоляю тебя о долгах своих пока есть еще время для молитвы вожделевает дух щедрот твоих а без них не может и прибыть ты полное море щедрот у тебя обилие милости вот грехи лукавого века стали для меня тенетами и я уловлен расторни и господи по своему милосерди и я спасусь как птица как кровожадные убийцы окружают меня долги грехи нечистоты мои о всесильный держащий всю тварь приди ко мне на помощь потому что немощен дух мой князь власти воздушной пустил в меня стрелу и умертвил меня о царь царей господь господствующих дай мне врачинство исцели меня чтобы не погиб я от яда его сокровищница твоя богата господь у тебя щедроты милосердия из источников благости своей из ле щедроты но недостойных и блудница пришедшая к тебе получила от тебя помилование и сопом твоим господи очистил ты ее и омылся скверно ее во враче страх милосердия твоего имеют нужду только больные и вот покрытые струпами при дверях твоих и просит у тебя милости кто не имеет нужды в седротах господи наш тому и не возделены они и добрый врач показывает свое искусство только на гнойных язвах здорового телом невозможно сделать еще здоровее врач приходит только к больному здорового для чего и врачевать ему напрасно трудится врач который хочет врачевать здорового на гнойных трупах и болезнях показывает он превосходство своего искусства и по праву получает должную награду за свое врачевание врач приобретает себе славу когда больные исцеляются им от своих страданий и ты господи веселишься и радуешься когда страждущие освобождаются от недуга у тебя щедрот и милосердие а я умножаю долги свои вот благо ждет моего обращения чтобы изгладить долги мои и в оставлении грехов моих является все любве обилие милосердия твоего ты милосердь оставляешь долги наши и неугодно тебе погибель наша не говорю я как брата убийца Каин милосердия велика вина вина не достоин я прощения ибо более море милосердия твое опре милосердие очисти меня по милосердию своему оно возлагает на тебя дело сие миловать грешников заботиться о прощении их потому что ты владыка всяческих прощаешь охотно врачу великая радость когда по соседству с ним усиливается болезни опасные припадки злокачественные трупы и всего этого может он извлечь в себе выгоду и искусству своему приобрести похвалу славу и знаменитость и ты милостивый и благосердый подай мне врачество щедрот твоих чтобы и я послужил славе твоей потому что немощен я и сгораю желанием приобщиться полноты щедрот твоих как прекрасна в тебе господи полнота щедрот твоих когда врачу ишу извленных как приличны тебе щедроты благости твоей когда оставляешь долги не домогаешься ты вознаграждения от грешников которые просят у тебя помощи радуешься обращению их и прощаешь им все долги их чем воздала тебе та блудница когда оставил грехи все долги ее купила только мира и пришла помазать ноги твои дорогая прекрасна была любовь ее победоносна была вера ее потому что за мира и слезы очей своих получила от тебя оставление грехов у ней грехи мира и слезы а у тебя милость и полнота щедрот слезами своими омыла она ноги твои и волосами своими отерла их миром помазала члены твои и получила от тебя прощение во грехах маловажен принесенный ей дар в сравнении с полученным оставлением грехов пламенеющий поток погружена была скверненная эта грешница и капли слез из очей ее угасили этот огненный поток капля без слез оросила она святые ноги твои и река огненная угасла и запаления не обратила ее в пепел из очей скверненной нечистой грешницы истекшие воды пали на огненные волны и они обратились спять и не попалили ее дух мой побуждает меня говорить подробнее об этой благоразумной многогрешной жене сказание о ней и возвышенно и приятно охотно будут слушать повесть о ней жены живущие подобно сей помилованной грешнице и с радостью узнают как остальные все грехи глубоко падшей грешнице они сгорают желанием услышать возвышенную повесть сию потому что сами имеют нужду в оставлении грехов и жаждут всего как эта блудница господь весьма любит кающихся у него готово прощение грешнику только только бы оставил он букав свое и получил оставление грехов поэтому братья мои без лености и нерадения да умоляют всякие щедротых пусть ударяют только в дверь господи господь ответит ему с искренней любовью и блудница толкнула в дверь покаяния и получила от милосердного господа оставление грехов своих ни один грешник братья мои да не впадает в отчаяние потому что впал в отчаяние иуда и изринут из сонма апостолов если бы не позаботилась о себе блудница то не очистилась бы от грехов своих поэтому если и мы подобно ей приложим старания то сподобимся также прощения а если не будем подражать ее заботливости кто оставит нам грехи наши если кающаяся и по обращении своем впадет в грех то пусть прибегает опять к покаянию оно разрешит греховные узы покаянию нет определенного времени нет и предела его продолжению потому что нет такого времени которое бы не было угодного для покаяния если ты тысячи раз согрешишь но потом опять прибегнешь к покаянию то снова очистишься от скверн и от соделанных тобой беззаконий как часто не будешь падать всегда останется тебе возможность восстать если только захочешь его если человек по совершению греха хочет исправиться пусть обратится умоляет о прощении дверь у врача отверстие и не заключена для кающихся господь наш сказал семьдесят раз седмирицы отпусти брату своему согрешение его во сколь же крат более сам господь наш простит кающемуся господь милосерд ему приятно оказать милость и спасти человека поэтому грешник неослабно умоляя милосердие проси себе щедрот потому что и господь твой не утомляется прощая тебе долги твои имей сострадание грешник к телу своему покрытому гнойными струпами и нечистотами ибо врачу как скоро будешь просить его нетрудно врачевать твои болезни обвязать твои язвы если самому тебе стали несносны расслабления твое гнойное срупы и язвы твои то есть у тебя весьма искусный врач который находит для себя славу в твоем исцелении если ты грешник и ежедневно станешь созидать и разорять то бог не погнушается принять молитву твою как скоро начнешь взывать к нему знаешь что теперь прежде смерти есть еще время к обращению поэтому не сомневайся в оставлении грехов если будешь молить об этом не сокрыто ли от тебя когда придет и постигнет тебя конец но ощущение от грехов можешь получить тотчас если только будешь молить об этом если ты грешник и в один день согрешаешь 70 крат седмирицею бог не заключает для тебя двери щедрот если только каешься если ложишь спать ночью и греху дал ты место с собою на ложе то наутро иди с покаянием в дом ко врачу и он исцелит тебя если в продолжении дня прибыл у тебя еще один мучительный гнойный струп то вечером приступи к порогу врача и он исцелит твои гнойные язвы совершенному слово мое братья покажется неуместным и через меру снисходительным но радует беседа моя бедного грешника и исполняет его упованием господь щедр и дает всякому просящему у тебя лукаво око но не лукаво око у господа разве не полный он властелин над своим богатством и над своими сокровищницами чтобы давать их всякому неимущему и удовлетворять нужды его если не отказывает он в даре ни одному просящему то проси и ты грешник он как перемилосердый даст и тебе как часто не стал бы просить ты у него всякий раз даст он без отказа принеси от души покаяние и несколько слез улукань науказ но изляющий тебя грех и пагубная язва совершенно будет заживлена на членах твоих пролей грешник токи слез о подавляющем тебя грехе и рыдая как мертвеца предай его погребению и грех бежит от тебя если не молишься грешник и не усиленно домогаешься об исцелении в своем то и врач не приступит чтобы насильно уврачевать твои язвы и возвратить тебе здравие если есть обычай один влечет тебя ко врачу то не получишь здравия слезами только и сокрушением врачуется болезнь твоя обратить взор и посмотри на блудницу горько стала она плакать о болезненном состоянии своем много гнойной греховных труп ее отек и начал мучить ее и засветывание свое за слезы очей своих снова получила она здравие одни слезы принесла она в дар врачу исцелившему ее немощ и он даровала ей здравие прощением ее грехов тем что отъял ее неправды и беззакония плач ее вот тот великий дар какой принесла она благому врачу пришла она ко врачу и умоляла его исцелить все струпы ее и ее недуговавшую грехами и скверными высоко превознес и похвалил он ради слез истекших из очей ее простил и оставил ей все долги поскольку слезы лившиеся из очей ее доказывали сокрушение и любовь то милосердый как скоро заметил их сострадательно воззрел на грехи пока тело здорово приятно видеть его но как скоро нападет на него болезнь и взор возмутится болезнью премилосердие требует любви от того кто хочет прийти к нему если приносит он любовь и слезы без 흰 как все другой мне есть нет в он который